итак всем добрый день кому-то доброй ночи продолжаем обзорить карту русмап для евротракс эвагатор 2 на версии 134 совмещенная сдался который смещено сдался балтик си прошли два обзора получились в первый обзор вообще шелк катаясь больше побольше пытаясь хоть как-то прорваться в белоруссию потому что даже в длс балтик там луга или питер выбрать город для старта не получалось второй обзор на чистый по беларуси я думаю в третьем мы сможем доехать хотя бы посмотреть что и киба изменения дает хотя бы там до россии где-то остановиться а потом уже надеюсь что у меня не будет багов и попробуем уже с карты русмапа с российской территории на российскую территорию проект так вот наш весь путь который был да он весь брест пинск с русского бобрус поведет на мазарь мы не поменем у минска счета второй части не получилось попробуем куда-нибудь и макерю в ворсун и вестил славы с морянской видишь или брянск это сохранение прохождения делаете на дальние дистанции а вот сразу посмотреть грузы и выбрать грузы и остановились поэтому с гомеля сейчас посмотрим что-нибудь примута себе лучше начать до сюда лучше начать смотреть гомели куда-то можно будет поехать ну достаточно плохо запомним так есть гомель орша то что а еще дальше слуцка то ладно не надо больше вообще прекрасно брянск так давайте все-таки до орша поедем потому что такая ситуация бывает что груз то у нас пропадает когда мы приезжаем надеюсь сейчас мы успеем доехать так что-то такую еще не видел что-то карта прогружалась да интересно интересно ну свет не надо включать так тягач я выбрал марсадас мне кажется самый такой у нас машинки еще не появились поэтому поехали быстренько на зеленый свет проедем вот уже появились да чтобы нам загрузиться взять груз точнее прицепить тягач прицеп к тягачу и поехать доехать до гомеля я стараюсь сделать в многих частях на быстрые видео обзоры показывать только и кошмару проезжает на красный свет это все пользуясь остановка на красный свет и успеваю показывать город узнает карту видела раньше будет видеть изменения хотя я никаких не то карта русмап ближе больше всего знакома я не как бы катался самый первый первый свой раз закатался на ней так и куда нам вот сюда на ну где тут дорожка была у нас кстати смотри по мне боже сделать проезд дорогу почему не сделали нажал не ту кнопку бывает вот гуми больше могилев выберем тогда подальше проехать беремся за работу все успели и отлично тогда еще раз напомню обзор я делаю на час больше стараюсь не делать потому что один длинный обзор там на 5 часов как-то не интересно так сегодня у нас 8 апреля понедельник так я чуть не помню что-то я спешу что-то я спешу забываю груз процепить нажал я почему так получилось непонятно а наверное я путаю как бы сейчас показывают как бы на на раскладке компьютера у меня русский язык стоит он мне показал буквы дня я нажал я там английскую просто тупо заглушил двигатель вот поэтому то так и получилось нет никого нижнее зеркало показывает успеем уже остановимся у нас интересный тягач и обычно тягачи как бы в последнее время не люблю скачивать вот так он может быть прокатился до перседес вроде да носковская 17 35 немножко охрип квартире холодно вроде отопление послабже сделали потепление и тут вот небольшие холода дождь туманная погода такая солнце практически нету идти никуда не хочется поэтому настроение и как я не люблю вот эту хрень короче блядь а и сесть нахрена я так вот делаю это вот он берет встает прямо то вроде как бы стал бы как бы чтобы дорогу да пропускал бы да как бы он стал передо мной и как бы мне не проехать и как бы не туда и не сюда как бы я стою как бы там по идее в реальности такое наверное нельзя делать-то да вот в реальности такая ситуация произойдет да так вот станут как бы люди и пропускают но я из-за него проехать не могу я как бы встречную полосу как бы я его блокирую полностью как вот это нас как-то не занятым как-то разработчикам что написать об этом как-то немножко вот чуть-чуть не хоть исправить вот это для одиночной игры вот трафик потому что как-то они тупо ведут себя и так же на ситафоре да когда поворачиваешь так же они встают короче и как бы вроде пропускают тебя но ты не можешь как бы так повернуть еще раз напомню что катаюсь я без этого навигатора без зеркала дополнительного потому что как-то хочется приблизиться к реальности управление тягачом они как бы вот какой-то момент чтобы забывать что ты играешь все таки в игру как бы чувствуешь себя все таки водителем как бы так приятнее да и зачем мы так без обзора большую часть делаю с салона тягачами с кабиной поэтому тут эти зеркала дополнительные там вот эти навигаторы которые там тоже на полторпеды как бы не нужны ну вот повезло я купил мерседесе а еще думал что пока я тут хороший салон не поставлю этого навигатора не будет ну вот мерседесе мне повезло я даже об этом не знал что хорошо в этом вот помимо самой карты росмап я сейчас скачал этот трафик да русских автомобилей которые вот катаются ну как поставил только что по российским дорогам по белорусским катались даже машины дпс они разные вот я видел 15-я была или 14-я но здесь дпс вроде форта фокус вот где-то пятерки бывают шестерки не знаю просто они стоят наверное как на карте размечены да вот это уже разнообразие уже приятное я конечно понимаю что этот скажем так карпака да вот это вот трафик не получится добавить все разнообразие что там весь модель наряд жигулей был тогда там там были все волги все эти возведения как бы ну вот это как бы хороший вариант скажем пака для трафика ну можно конечно возведения натыкать можно натыкать прицепы всякие там всякие эти разрисовки это это там здесь у меня большое волновение было вообще чтобы карта пошла как бы потому что что-то я не знаю не получалось ее запустить вообще если она как какую-то дополнительную карту стой ты мил мою если я какую-то карту дополнительную когда какую-то устанавливаю то начинаю всегда с основной карты я думаю так луга начну да и все я с утра луга не получилось начать ну наверное из этого конфликта возможно а вот а вот а а бобруска должен быть налево потому что мы в предыдущей ну часть от бобруска вниз спускались как бы говель да а сейчас уже по кружной дороге едем обратно да уже это могилёв и бобруска должен быть с левой стороны нет ну сам все таки лучше я конечно понимаю что там вот это южная регион будет детализироваться детализация там вот это все таки вот каким-то мелочам ну там вот это все вот это сочи вот это даже вот в то же самом восточном экспрессе там как бы заехать можно там в такие дальние уголки и потом а тут же по той же самой дороге выбираться и как бы если делать обзор то делаешь обзор и ездишь обратно в другую сторону ух это что такое было что-то что-то я такого не видел и видел я когда-то аварию что-то ехал не помню какой карте и прям машина перевернулась у меня авария какая-то произошла ну вот чтоб так вот взять может мне уже кажется я может уже заигрался конечно а потом даже когда буду видео выкладывать что-то пролистаю но я видел четко что у меня правда чисто вот этот пашуфур кто-то там вообще не знаю куда ушла и уж как бы так вот эти возможные дорожные ситуации это может так и происходит какая-нибудь фура там специально подлетает короче а потом ты ешь типа авария произошла не знаю да не знаю не знаю не знаю но не может быть такой баг из этого действительно когда поедем уже как отсюда к Дэлси к Балтик какие-то какие-то может быть там будут проблемы может игровой лиц может быть это или следующее будут последние обзоры так мы не сможем попасть в Питер с Чисы Росмап но здесь то почему вообще как бы не с самого начала Мерседес моя любимая марка из иномарок да но в Евротреке он мне не понравился особенно вот именно Мерседес его поставил в своих обзорах на четвертое место потому что максимальный двигатель здесь стоит 640 на третьем месте МАУ 680 на втором скане 730 на первом двое 850 мне вот так показалось что для такой как бы достаточно крутой марки и машины не знаю как мотор слишком скромный хотя есть другие плюсы еще 1 уровень не получил купил тягач и уже есть в машине gps уже базовый да ну что он притормозил ее а у меня про сограничения это отключено и штрафы минимальная минимальная патогольсимость у меня на спидометре там было уже сотка где-то была ну и теперь с тебя друг перестраиваться на спасибо тебе большое но бы на своем исключении тормозить и вот эта глупость еще по поводу любого трафика они едут перед тобой он начинает вроде влево перестраиваться потом раз вправо потом влево вправо это на всех картах основных на это все присутствует что у меня в повороте кузов спорю через зеркало шататься то начал да так мы уже прибыли походу да еще тоже как-то не заметил я думаю мы из могилев то поедем вроде как да а тут трассы вроде все сразу быстро скорость у нас была порядочная да такая вот вот поиски на 14 поехали не знаю кого менты не нравятся там кого может быть бывшие водилы настоящие водилы у них наверное будет такое сильное желание взять в жопу ехать вот так принципиально пускай штрафу и там все такое но въехать я так я так как бы не возил в реальности у меня такого желания не возникает ни в реальности ни в игре так вот сделать поступить ну там как бы ничего личного вот пожалуйста и форды катаются и и 14 и какое-то разнообразие да ну отлично тогда сейчас уже не знаю выехали мы вагинс с чем-то в игре да было я думаю сейчас успеем доехать есть еще и очень реалистичная карта очень приятная разума во всех отношениях так типа я что-то не помню то ли я дебил то ли лыжи не едут а? а куда мне ехать то надо было ну ага а а ну что везем то да? ну и как мне поступить то блять а? а а блять как хочешь так поступай да? ну ладно хоть действительно разнообразие обзора у меня была такая ситуация что вот именно в Осмапе вроде в Питере или где-то еще что вот ну я так и знал да одно из двух либо донга либо тягач подолбаем как следует блять блять сука ну вот именно стоит вот именно с самого вот такого места блять да ой ой ё-моё блять да интересный обзор получится и долгий а чём я продажу а поспать что-то типа поспать то блять дайте дайте немножко сейчас иначе поступлю надо как бы углубь заехать так чтобы он вообще как-то как-то нагрится ах ой 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 остального конечно 5 с плюсом, 10 с плюсом по 10 байм, вот это букву E показывает, поэтому не знаю кому интересно кому не интересно смотреть, я показываю что могу, потому что я знаю что вы на многих картах, которые скачиваются есть что-то свое дополнительное, в каждой есть, по мне как бы лучше всего обзорить вот эту карту, вот мы уже больше, может быть так поедем, может быть так куда будут грузы при перевозке будут, туда и поедем, так, я так скажу заядлый курек, поэтому без сигареты я не делаю ничего не венгу, в простом случае густогана, давайте смотреть куда у нас нужно пульки ржать, в корше веришь, где у нас веришь, интересно, ну вот хорошо уже выберем как место значения, это опять как в предыдущие разы груз пропонет и все надо успеть бы этот груз взять и так, нет никого, поехали, отлично, отлично я просто думаю, от моей скорости ничего не изменится, либо груз есть, либо его нет красный свет, дороги нет, желтый, приготовься, да, зеленый, проезжай не проехать бы вообще, быстро, 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 да, стоит, стоит наш, вот где-то, да, стоит, стоит, отлично да, раньше я не знал о таком приеме, но зато посмотрим, может быть что-то на границе Беларуси и России изменилось удачно все, удачно когда я эту карту скачивал, тут как договорился уже, для версии 1.34 и что-то там было, что-то на карте стрелочки и какой-то баг был исправлен потом уже разберемся, если получится у меня были знакомые девчонки из Бавруйска, из Барановича, из Осиповича, из Орши и, ну, с Гомеля я говорил, в предыдущей серии из Бреста надеюсь, никого нету, отлично ну, елки-палки, ну ладно спешишь людей, не спешишь в Американ-траке, кстати, светофоры такие менее они короткие, как бы, в Американ-траке вроде только у тебя зеленый свет включился и уже красный здесь, вроде, чуточку подольше хотя, вроде, должен быть наоборот, одинаково вот такая у нас Орша не знаю, что это такое сверху, это мост какой-то или что это что это у нас такое, это мост, мост, да не знаю на навигаторе-то, а, есть, есть он в принципе изменений нет никаких так это у нас КАМАЗ, Роснефть, да обогнал нас а мы поехали уже не, вообще, сразу скажу, никаких изменений по Беларуси нету вообще я точно не помню до конца, но вроде как все было, так все осталось помню-то, можно было груз брать прямо, вот здесь вроде не было груза, но, как я помню, поворачиваем с Орши и стоит должен был быть этот, салон Мерседес-Бенс так, давай, КАУДИ, стоите, я не пропущу вот, как пройдем направо, там должен быть, как бы, не помню, как и наша компания, Лукорел, что, можно прям на стоянке брать ну, прицеп этот, газовоз и ехать с пустынной, в полном, в Москву заправляться так, хорошо, дорога пустая ну, здесь вроде прям вот была эта работа вот, газ газпрома, здесь можно было брать здесь, как бы, справа можно было это выбирать ну, работу, а с левой стороны колонки уже брать прицеп с тягачем разворачиваться и ехать в Москву, что, куда-то там я так понял, на юге, что у нас находится, аэропорт Домодедово, а внуково, внуково или внуково, или Домодедово, что-то там такое, вот тогда его отвозить вроде Домодедово, то, что мы с юга Москвы заезжали может быть, дальше где-то, я не знаю ну, тут все осталось, как и было ну, вроде, кстати, насколько я помню, границы подъезжаем ну, правильно, самые такие бои в советской власти, в принципе, отечественные были вот именно ворши, когда наши эти катюши ударили залповым огнем, чтобы разнести уже все значит, он неохотно тормозит давайте посмотрим вот, какая, 14-я красивая вот граница, ну, кстати, камер стоит американский, бескапотный, вроде из этого фильма «Терминатор», да, который там с моста что-то падал, короче за этим, во втором «Терминаторе» за этим доглялся я почему-то тут тягача потом очень боялся, как-то в реальности увидеть как-то где-нибудь еще в игре, в фильме я думал, если фильм увижу, он обязательно ничего не будет такое страшное, да? я как бы сам 81-го года рождения, «Терминатор» первый, когда вышел в 84-м, а второй в 85-м, 86-м, да запомнил с детства, что именно вот все так парафары включать ну, вот, ну, типа, уже в России и не веришь ну, вот такие обзоры, получается, я не знаю, что можно лучше сделать, что хуже там, может быть, как-то монтировать может где-то обрезать там, я люблю прямой обзор там, как-то, ничего лишнего, чтобы не было ну, странно еще пара-то включил я плохо очень могу понять, где часы-то здесь здесь ты сказал, я еще в это 1.23 играл, я еще не знал, что можно ограничение скорости отключать там эти штрафы у меня все дольше получалось так, никого мы тут сейчас не заденем-то и серком нужно обходиться раньше не получалось больше, больше 40 заезжал не получалось вписаться здесь что-то 90 дали так, и налево Арославль, направо Витебск и Рудня так, вот, поехали так, никого тут нету-то голову повертеть как-то я как бы играю так, у меня лишней руки нету еще влево-вправо голову вверх по идее границы прошли уже в России да, как бы, ну, дорога повезет можно обратно вернуться в Витебск потому что, как бы, не знаю, как в реальности но я так понял, что если едешь как-то, бывает, границы приходится пересекать, чтобы быстрее доехаться допустим, едешь в Витебске лучше уж объехать через, ну, заехать на российскую территорию и там уже вернуться потом обратно и будем смотреть, что завария произошла тут раньше ровер в Витебске искалили какой термозой для запровышения скорости это речка черная у нас черная-черная речка вот, дождик начинается вот, дождик начинается вот, дождик начинается это не был дождик что-то забыл, что дождик добывает вот забыл велич значит, а велич и доедем обзор части третья закончится потом уже будет четвертая да? там уже, не знаю, как получится наверное, попадем мы все-таки в ДЛС и Балтик либо не попадем в ДЛС и Балтик в этом случае приблизимся да стихотворение что такое детство в школе учили, да? мороз и солнце день чудесный у нас дождик и солнце день чудесный приятно видеть наши грязики, приятно я как тут эти бус-моты а еще в этих автобусах иностранных ну вообще не разбираюсь знаете я знаю только Икарус как бы, да? и все эти все какие-то там модификации какие-то Аполлок, Ёла что-то о них ничего понять не могу хотел как-то сделать пусть мог полноценно обзорить чтобы был Икарус наш Икарус старый, новый пункт вот так вспомни и не появится думаю там газельку нашу маршрутную поставить так но что-то кроме Караса ничего не нашел там есть какие-то варианты это базик вроде для какой-то версии 1.28 что-то я не знаю я игру купил когда уже версия 1.30 была что ли? 1.31 уже версия была короче короче был мод что-то такое бус-мода для Американтрак ну для версии 1.28 1.29 1.30 и Икарус там был уже встроен ну а что-то я как ни пытался у меня это не получилось Американтрак вот Американтрак мне как раз лучше где-то для разнообразия покататься на автобусе да так я тут не понимаю сколько у нас тут бензина то у нас заправляться будет наверно так и с правой стороны заправляемся и с левой стороны потом после сдачи груза в оценке и в оценке вот и с и и с и и и и с и и и и и даже 60 не 50 от силу так все заправляемся то потом на один дом длинный на весь город вот наши трешка и шестерочка с прицепом вообще насколько знаю в таких маленьких городах кто там такой шустрый на желтой машинке то таких городах вроде как рейсовые автобусы такие катаются полноценный достаточно длинный так мне кажется достаточные пазики запускать для маршрута по городу я так и знал что не успеем интересно дворники работают я думаю что за звук такой дворники даже знаете даже дворников даже как щетка да вот по стеклу скоблейку даже вот это сделано раньше не замечал даже сейчас сейчас вот только вот заметил вообще идеальная игра просто внимание к деталям все таки есть здесь здесь красивый тоже так о чем не щетка то я прочь у нас звук такой дождь закончился но все еще бог так проще в реальности так глубо здесь вы торопитесь можете оставить груз здесь буханочку я уже увидел так надо ехать и проваляться на спальник а там может быть я груз возьму и так вот пускай будет третьей дальней дистанции у нас что предлагают нам банка предлагает помочь в развитии это какой значит вариант как вариант если я сейчас обнаружил здесь какой-нибудь салон то классно прицепа уже нет здесь обнаружил путь салона если допустим путь не пойдет в ту сторону куда хотелось бы а потом смогу вернуться взять деньги вернуться купить на вытягать и здесь кого стартануть с ним и так вот нет никого туда успеем сюда доехать ну не все а кадровое агентство наверное будет так спальник справа заправка слева гараж нам зачем на гараж покупать час раньше времени да чуть холодно у нас то что гараж покупаешь на три места там еще не будет заправки заправка будет когда будет 5 мест куплено 5 мест куплено это 180 еще что 280 потратить на полный гараж никого смысла не вижу сколько у нас здесь в игре 95 стоит 32 89 92 30 у нас цены сейчас совершенно другие карта стала старой без изменений уж такие мелочи я думаю надо уделять внимание а сейчас 92 45 где-то стоит так посмотрим какие грузы есть потому что поспать успеем всегда я думаю взять груз и там уже не остаться конечно 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 слушать что я говорил будешь смотреть кому интересно видишь ну вот и хорошо ну вот и хорошо что разворачиваемся и я так догадывал что разворачиваться надо будет я пока чуть не могу понять куда мы едем ну-ка-ну-ка-ну-ка-с куда мы ехать все должны не понял что-то я не понял а почему едем сюда куда мы ехать то должны тогда загрузить а почему едем в Смоленск тогда за грузом то не пойму что то бред какой то бред какой то ты давай что то понять не могу вообще что то мне это не нравится дело короче что то мне это не нравится мы прямо перед ДПСниками развернемся ну так раз ааа все я понял короче он мне показывал это надо дать И, оказывается, чтобы развернуться, надо было доехать туда, а потом, да нет, потом вернуться. Я чё-то не могу понять ничего. Ещё раз. Это, значит, получается, он так мне предложил, развернул, или он сейчас пытается мне так предложить, развернулся. Бред какой-то вообще. Чё-то ничего понять не могу. Можно было бы развернуться в другом месте. Ну, там какая-то база есть. Короче, такой обзор получается. Такие вот догадки, странности приходится. Угадывайте, что куда. Это получается, чтобы развернуться, надо было доехать до Смоленска, там развернуться, ехать обратно. Да, врагу не пожелаешь такой GPS-навигатор. Сейчас ещё, что самое интересное, это приедешь ты ещё и знак снялся, но жёлтый остается. Мне кажется, как рено этот цвет будет. Лучше всего рено идет, мне кажется, серебристый цвет. Но никак не жёлтый. Самое главное здесь груз этот. Ох ты какой. Какой большой трактор, да? Трактор это... Типа прям на погрузчик аж получается. Ну, есть. О, тут. Куда хочешь есть. Раз. Слуцк, Калугу, Минск, Гоми и Пхолм. Берёмся за работу. Всё отлично. Где он у нас там стоит. Вот он. А кстати, так сказать, локации это... Ну, загрузочные, погрузочные. Ну, там как вот. Вообще они остались, как и были. Ничего нового не добавили. За всё это время. То есть не только в версиях Усмата вообще не добавили. Так, заканчиваем обзор третьей части. До холма доедем уже, надеюсь, доедем. И там уже дальше. Как там соединение будет с Русмапой, Делси, Балтика. Уже в четвёртый. Сейчас день здесь припаркуемся. Там уже видно будет. Он прямо здесь, у этой машинки. Прямо перед ней. Надо было, конечно, поспать. Чтобы... Груз, если брать, вовремя доставить. Больше хотелось груз сапнуть себе. Чтобы отправиться и доехать туда, куда больше всего хочется. Потому что основная, как бы, моя суть обзора, показать Русмап уже на 1.34. Посмотрите, какие изменения и посмотреть, как можно с карты Русмап проехать соединение в Делси, Балтик, Си. Хотел сказать, что вам нужно по Логограду покататься. Ну, так, мы уже... Не знаю. То есть Логоград в одной стороне, а начали мы с другой стороны. Ладно. Так. Так, и настрой часть.